Военный подвиг молодой девушки, никакие пытки не вынудили ее сдать солдат. Каким нужно обладать мужеством, силой воли, патриотизмом, чтобы в юном возрасте не бояться оружия, пыток, мучений. Когда и как только эти юные ребята, советские пионеры и комсомольцы, научились держать себя в руках так, чтобы общаясь с врагом, не выдать себя и товарищей ни словом, ни жестом, ни взглядом. И это в каких-то 14, 15, 16 лет возраст, когда только прекращаешь играть в куклы и начинаешь впервые влюбляться. Эти дети герои не доиграли, не доучились, не долюбили, не дожили, чтобы это все сейчас могли делать мы. И за них, и за себя. Познакомимся сегодня с одной девочкой, пионером-героем, которая отдала свою жизнь за то, чтобы сейчас над нами было мирное небо. Великая Отечественная война застала Зину Портнову 15-летней девочкой, в белорусском Селезуе, куда она приехала на летние каникулы к своей бабушке из Ленинграда. В первые дни, когда Белоруссию заняли фашисты, Зина со своими друзьями, такими же молоденькими мальчиками и девочками, создали тайную организацию «Юные мстители». В тылу врага ребята занимались подрывной деятельностью. Они взрывали мосты, дороги, электростанцию, водокачку, все это для того, чтобы задержать эшелоны с фашистами, и не дать им отправиться на фронт. Юные патриоты контактировали с немцами, чтобы получать секретные сведения, которые затем передавались советским партизанам. Так, Зинаида устроилась работать в столовую к фашистам, где, однажды, отравила солдатскую пищу. В результате чего, пострадало более сотни врагов. Естественно, обвинили в этом Зину. Но она доказала свою непричастность, не побоившись попробовать отравленную еду. Жива, она осталась, только каким-то чудом. Так, подрывная партизанская деятельность продолжалась до 1943 года. Но, как обычно, среди своих, жадно сельчан нашлись предатели, которые донесли на партизан фашистам. Многих тогда расстреляли. Зине Портновой поручили наладить связь с оставшимися в живых. К сожалению, в ходе выполнения задания, девочка была схвачена. Зинаида была подвержена ужасным пыткам и бесконечным допросом. Однако она молчала. Во время очередного допроса ей удалось бежать. А произошло это вот как. Гестаповец отошел к окну, неосмотрительно оставив пистолет на столе. Девушка мгновенно схватила оружие и выстрелила во врага. Второй немец, который находился в этом же кабинете, не успел достать свой пистолет. Он также был убит. Затем, Зина выскочила в коридор и застрелила охранника. Не помня о себе, она, что есть сил, бежала к реке, за которой был лес. Зная там каждую тропинку и кустик, Зина надеялась спрятаться. Однако за спиной уже слышался шум погони и выстрелы. Чуть-чуть беглянка не добежала до спасительной воды. Пуля попала ей в ногу, и девочка упала в траву. В пистолете, который она прихватила с собой, оставалась одна пуля. Зина берегла ее для себя. Когда к ней подбежали немцы, она выстрелила в себя, но оружие дало осечку. Один гестаповец выбил пистолет из ее рук. Зинаида Портнова снова попала к своим мучителям. Пытки продолжались еще месяц. Девочку сильно избивали, требуя выдать партизан. Но она не произнесла, ни одного имени. От пережитого кошмара, девушка ослепла и полностью посидела. До Великой Победы Зина не дожила совсем немного. Ее расстреляли на рассвете, 13 января 1944 года, ведя басу и полуголую по морозному снегу. В 1943 году Зинаиду Портнову, партизанку и подпольщицу, приняли в ряды ленинского комсомола, а посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. В Санкт-Петербурге есть улица, носящая имя героини. А с 1968 по 2000 годы на Дальнем Востоке существовал корабль Зина Портнова. Остается только надеяться, что жертвы этих юных, отважных, настоящих героев, были не напрасны.